итак друзья сейчас будет видеоролик то есть я то что он говорил перед этим не записал забыл нажать запись но тем не менее скажем с этого момента запись пошла включаем ролик и дальше двигаемся по той схеме которую я сказал кстати если вы эту схему одобряете напишите там я не знаю поставьте цифру партнерская программа компании skyway капитал возможность которая позволит вам начать зарабатывать уже сегодня не имея для этого специального образования все что вам нужно это рассказывать о компании тем людям которым вы искренне желаете успехов и процветания люди очень охотно присоединяются компании и уже более 250 тысяч человек прошли регистрацию и активно интересуются нашими общими успехами и вносят свой вклад в общее развитие и так представляем вам партнерскую программу компании skyway капитал квалификации партнерской программы партнер консультант лидер мастер эксперт топ эксперт любой человек который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете это клиент клиент может изучать информацию которая расположена в личном кабинете знакомиться с технологией skyway задавать вопросы и получать ответы сотрудникам службы технической поддержки приобретать акции и ждать выхода компании на мировой рынок после заключения партнерского соглашения в вашем личном кабинете вы получаете статус партнер партнер может рассчитывать на следующие вознаграждения с четырех уровней своей команды с первого уровня он получает от суммы инвестиций 15 процентов со второго 4 процента с третьего 2 процента с четвертого 1 процент консультант условия выполнения квалификации объем личных инвестиций не менее 100 долларов в первом поколении есть минимум два человека с объемом личных инвестиций не менее 100 долларов объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 300 долларов консультант может рассчитывать на следующие вознаграждения с 5 уровней своей команды. С первого уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со второго – 5%, с третьего – 3%, с четвертого – 2%, с пятого – 1%. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 200 долларов. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 2000 долларов. Лидер может рассчитывать на следующие вознаграждения с 6 уровней своей команды. С первого уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 3%, с пятого – 2%, с шестого – 1%. Мастер. Условия выполнения квалификации. Мастер. Объем личных инвестиций не менее тысячи долларов. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 5000 долларов. Мастер может рассчитывать на следующие вознаграждения с 9 уровней своей команды. С первого уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%, с седьмого по девятый – полпроцента. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Эксперт. Объем личных инвестиций не менее 5000 долларов. В структуре есть три мастера, два из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 10 тысяч долларов. Эксперт может рассчитывать на следующие вознаграждения. До 20 уровня своей команды получать вознаграждение от продаж в своей команде. С первого уровня 16%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%, с седьмого по девятый – полпроцента, с десятого по двадцатый – 0,2%. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее 10 тысяч долларов. В структуре есть три эксперта, все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 30 тысяч долларов. Топ-эксперт может рассчитывать на следующие виды вознаграждения. До 24 уровня своей команды получать вознаграждение от продаж в своей команде. С первого – 17%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%, с седьмого по девятый – полпроцента, с десятого по двадцатый – 0,2%, с двадцатого по двадцать четвертый – 0,1%. На своем экране вы видите общую схему выплат и условий по партнерской программе. Нажмите паузу и изучите более детально. Дополнительный бонус для активных партнеров. Схема выплат вознаграждения по количеству оплат в первом поколении или, другими словами, за личные продажи. Условия получения бонуса. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. За купленные с шестого по девятый пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с десятого пакета, начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости девяти пакетов. За купленные с одиннадцатого по девятнадцатый пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с двадцатого пакета, начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Пример из расчета пакета акций на 50 долларов вы видите на своем экране. Нажмите паузу и изучите. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода – 30 долларов и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Особенности партнерской программы. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – 15 долларов. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 18% от лично привлеченных инвестиций. И от 0,2 до 7% с глубины партнерской структуры по уровням в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины – максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничений по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. Более подробно о маркетинг-плане вы можете узнать, посетив онлайн-встречу с Максимом Ведро, где он более детально рассказывает о каждом моменте. Расписание занятий – на сайте. Также вы можете самостоятельно изучить маркетинг-план в своем личном кабинете. Как найти информацию в личном кабинете, вы видите на своем экране. С уважением, Skyway Capital. Итак, друзья, маркетинг-план, который сейчас был продемонстрирован в 7-минутном ролике с небольшим хвостиком, он действительно основное достоинство – то, что он простой. Четкая выплата по уровням, нет вот таких обмонов, о котором шла речь. Если вы даже находитесь в более низкой квалификации, чем люди, которые есть в вашей структуре, во 2-м, 3-м, 5-м уровне, то это никак не сказывается на выплате вознаграждения вам с уровнями. Да, вы можете не добирать большой товарооборот, который находится в глубине структуры активного партнера, но тем не менее положенные проценты вы получите, и у вас их никто не отнимет. Если в тех уровнях, которые вам доступны, осуществляется движение товарооборота. Что касаемо изменений, которые вступили в силу с 8-го этапа развития группы компаний SkyWay, обратите внимание, на данный слайд, то есть вознаграждение выплачивается на бонусный акционный счет, вы слышали, было сказано. На квалификации партнер, проценты, которые положены, 15 с 1 уровня, 4 со 2, 2 с 3 и 1 с 4, выплачиваются только на бонусный счет. То есть, если раньше можно было получать половину этих денег, положенных вам так заработанные деньги на бонусном счете, то сейчас выплаты партнерам не осуществляются. Следующий важный момент, то что квалификация консультантов тоже не подразумевает начисление денежных средств на акционный счет, то есть только бонусный счет. Это те изменения, которые были введены на 8-м этапе развития группы компании SkyWay в маркетинг-план компании SkyWay Capital. Вот таким вот образом. Начиная с квалификации лидера вы начинаете получать начисление на акционный счет. Немного, но получаете. То есть, если вы построили небольшую сеть, если у вас есть личная покупка пакетов долей компании и минимум три человека, которые повторили такие же действия, что сделали вы, суммарный товароборот достиг 2000, вам с этого момента, с того товароборота, который начинает происходить в вашей структуре, начисляется положенный процент на бонусный счет и половина, точнее не половина, извините, а 15% от этой суммы идет на акционы. У мастера этот процент возрастает до 30, то есть заработали вы 100 долларов в день, соответственно, скажем так, 100 долларов положенные вам по маркетингу вывели на бонусный счет и 30 долларов вам будет начисляться на акционы. А вы знаете, что с акционного счета вы можете только приобретать доли компании. Далее, эксперт получает начисление на акционный счет в виде 40% от количества денег, начисляемых на бонусный счет и топ-эксперт получает 50%. То есть то, что было на седьмом этапе для всех сохранено только для высшей квалификации. У нас есть люди в этой квалификации топ-эксперт, соответственно, есть смысл развивать структуру для того, чтобы получать те же начисления на акционный счет и в дальнейшем увеличивать портфель инвестиций с этого счета в наш проект. То есть даже проинвестировав 15 долларов поначалу, а потом все-таки, скажем так, для того, чтобы расти по маркетингу плану, вы видели, необходимо выполнить сначала порог 100 долларов личной активности, это на уровне консультанта, 200 на уровне лидера. И вот если вы купили наших долей компании на 200 долларов, если вы, скажем так, начали с 15, построили какую-то структуру, вам были начисления на бонусный счет, эти деньги вы с бонусного счета потратили на приобретение пакетов далее компании, до 200 долларов, да, ваших личных инвестиций, то, в принципе, у вас уже есть закладка на получение вознаграждений с шести уровней глубины. Вот это очень важно. 15 процентов вам будет начисляться на акционный счет. Итак, коллеги, что хотелось бы еще добавить по маркетинг плану, который был показан в ролике, там действительно не прописано, но я когда-то не сделал это на слайдах, оно не прозвучало в ролике. То, что маркетинг план нашей компании можно отнести к маркетинг планам мгновенных выплат, да, то есть все, что у вас происходит, вот буквально движение товарооборота в глубине вашей структуры, положенные проценты вам начисляются на бонусный, на акционный счет, если вы в соответствии той квалификации, где есть начисление на акционный счет. И квалификация у нас фактически присваивается в тот же момент, когда вы выполняете условия следующей квалификации. То есть большинстве компаний, которые работают, скажем так, в классическом MLM бизнесе, как правило, выплаты вознаграждений и присвоение новой квалификации осуществляется раз в месяц по окончанию, скажем так, этого месяца. Где-то числа начинаются с первого по последнее число месяца, где-то с пятого по пятой и так далее, так далее. Вы выполнили условия следующей квалификации 3-го числа, да, а вам зачтут то, что вы поднялись на этот уровень только по окончании текущего месяца. Соответственно, проценты по маркетинг плану, которые должны быть больше, вы будете получать за товарооборот, который будет создавать в следующем месяце. Мало того, есть огромное количество компаний, которые присваивают следующий уровень квалификации не по первому месяцу выполнения этой квалификации, а где-то выдерживаются сроком. Два месяца подряд делаешь такой товарооборот, выполняешь такие условия, ты растешь в квалификации. Мало того, не выполнение у большинства компаний, то, что сказано у нас в ролике, условий в последующем, да, то есть если ты делаешь меньше объем, чем ты выполнил при захождении на следующую квалификацию, говорит о снижении процентов и о возвращении тебе опять же на предыдущие позиции. Вот этого у нас всего нет. Это очень большой-большой плюс. Как я говорю, у нас маркетинг план вновенных выплат и присвоение следующей квалификации по карьерной лестнице практически в ту же минуту. И начисление после этого начинает идти уже по большей процентной сетке, в которой соответствует следующей квалификации. Я вижу, здесь появились вопросы. То есть, в принципе, по маркетинг плану, я думаю, что каких-то сложностей у вас не возникло, правильно? Так, в чатах появилась ссылка, в ней объясняется дальнейшая судьба акции. Получается, что получить можно только вложенные деньги плюс 4% и то в течение трех лет. А что дальше? Олег, это юридическая схема, по которой инвестор приходит, скажем так, да, вкладывает денежные средства, у него есть две возможности. Первая из них, он на вложенную сумму сразу подписывает требование, что он готов получить такое-то количество долей компании и становится полноценным владельцем этого пакета и в будущем те же дивиденды и так далее, и так далее. А второй путь, человек просто не подписывает этот договор, да, вот, и получается, что он нас кредитует на три года вперед. То есть, вот он не стал подписывать договор, он говорит, да, я посмотрю еще там и так далее. То есть, я думаю, что мало кто так будет поступать, но тем не менее, такая схема должна быть. Потому что мы все ближе к тому, скажем так, времени, когда будем выходить на международные инвестиционные, международные финансовые рынки и нужно соответствовать еще больше с юридической точки зрения тем правилам, которые на этих рынках есть. То есть, человек приходит с деньгами, да, куда он вкладывает денежные средства? То есть, по сути дела, у нас венчурный проект и он нам помогает в развитии. То есть, он нам дает денежные средства, и мы ему предоставляем такую вилочку, да, то есть, развилку. Он деньги нам дал, и у него есть два пути. Подписать договор, в котором будут проговорены условия, что он прокредитовал наш проект на такую сумму, и через три года мы ему можем вернуть эту сумму плюс 4% сверху этой суммы. И второй вариант, когда он двигается в направлении, что подписывает требования, что он соглашается, что взамен тех денег, которые он вложил в развитие нашего проекта, да, он получает такое-то количество долей компании, которые перечислены в пакете, за которые он заплатил. Вот и все. Поэтому пугаться тут особо нечего. Нормальная юридическая схема. Понятно ли я вам ответил, Олег? И, скажем так, стоимость акции тут роли не играет, потому что у нас есть люди, которые 15 долларов приносят, и 10 тысяч долларов, и 100 тысяч долларов, да, для них схемы движения одинаковые в рамках нашего проекта. С этим разобрались? Поставьте, пожалуйста, но не знаю, цифру 5, если понятно, я сейчас вам объясню. Вот по этой схеме, которую задал вопрос Олег. Если нет, то задайте еще раз вопрос. То есть те люди, которые приобрели себе до этого момента пакеты долей компании уже, да, вы уже, скажем так, владельцы вот этих долей, то есть, как говорится, закон обратной силы не имеет. То есть вам волноваться незачем. А вот новые люди теперь, которые будут приходить, вот они будут предоставляться вот такие условия. то есть юридическая схема вот-вот, скажем так, будет работать. Так, ну что, коллеги, делаем то, что я говорил, да, то есть занимаемся с видеоресурсами компании или нет? Кто-то нас покинул, но в принципе, наверное, так надо. Пропала Нина, которая хотела вроде бы посмотреть, а может и не хотела. Тут кто-то написал, что из вида, ну и хорошо. Как можно отреагировать? То есть в чем суть Елены Николаевны? То, что вы из вида, что вы этим хотели сказать? Так, ну ответов не услышал. Давайте все-таки сделаю то, что обещал. То есть я сейчас буду делиться с вами экраном. И сюда в чат я вам сброшу, скажем так, для начала полезные ссылки. Просьба, эти ссылки, если вы планируете, скажем так, в этом направлении двигаться, сохраните себе где-нибудь в текстовом файле. Потому что в любой момент вы сможете по этим ссылкам перейти и зайти на видеоканалы нашей компании, официальные, скажем так, на которые не выкладывается какая-то левая информация. То есть все, что здесь есть, оно все проверено руководством компании, оно все достоверно. И здесь нет никаких вымыслов, выдумки и так далее. Первый видеоканал – это канал компании Skyway Capital, на котором много информации, начиная от новостей наших, и заканчивая тоже новостейный экотехнопарк от того, что происходит. У нас записи каких-то мероприятий онлайн, офлайн, которые проходили в нашей компании. Дальше. Канал компании Skyway, он немножко больше в плане времени, потому что все-таки РСВСИ начала свою инвестиционную деятельность с начале 2014 года. Компания Skyway Capital в 15-м году, в феврале. Далее. Канал Skyway Webinar, вы на нем можете найти записи наших вебинаров, которые мы проводим. Не могу сказать, что 100%, но большинство из них там сохраняется. И канал Анатолия Юницкого. Это, скажем так, канал, который прикреплен к сайту www.unitsky.com. То есть, нажимая на эти ссылки, если вы их скопируете сейчас, сохраните у себя, вы просто будете выходить на YouTube, на те видеоканалы, которые здесь прописаны. И там вы можете себе, если не умеете, мы сейчас об этом поговорим, скачать любой ролик, который там есть. Ролик для того, чтобы дать его кому-то посмотреть. Ролик для того, чтобы он был у вас на компьютере, если вы занимаетесь построением партнерской структуры, соответственно, где-то путешествуя, передвигаясь по этой планете, неважно где. В метро или бы в кафе где-то сидите, и у вас зашел разговор о том, чем вы занимаетесь, либо вы целенаправленно шли навстречу, вы нажимаете кнопку и проигрываете тот ролик, который у нас выложен в интернете, потому что не во всех кафе, не во всех видах транспорта сегодня этот интернет есть. Например, мы в Москве радуемся, что у нас по земле есть Wi-Fi. В том же Питере, в крупном городе, когда я был этим летом, Wi-Fi нет. И когда я задал питерцам вопрос, они мне посмотрели, а что, такое бывает? Вот таким вот образом. В Москве, кстати, Wi-Fi есть, я думаю, во многих городах Wi-Fi есть в самых неожиданных местах. Если кто-то из вас был в усадьбе музея Царицына в Москве, то есть там можно лежать на травке и пользоваться своим мобильным устройством, подсоединенным к Wi-Fi. Там столбики стоят, написано «Зона Wi-Fi». Вот такие дела. Итак, я сейчас поделюсь с вами экраном. Хорошо. Ну, на какой канал вам перейти? Давайте с канала SkyWay Capital начнем. Я сейчас на него нажму. Нажимая на эту ссылку, вы переходите на главную страницу того видеоканала, на который вы хотите попасть. Вот. Так, теперь поделиться экраном. Кто-то написал что-то в чате. Да и можно посмотреть, обдумать. Чего-то сложного, наверное, на вебинарах не говорится. Все они направлены на то, чтобы помочь вам, донести информацию до самих себя и до тех людей, которые вас окружают. То есть вебинар, опять же, касаемо презентации, того же маркетинга, опять же, нацелен для того, чтобы те люди, которые вас окружают, могли бы прийти, кто-то в прямом эфире. Так как у нас есть записи вебинаров, соответственно, люди могут их просмотреть в записи. Но еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Смотрите, если у вас есть возможность, и вы разговариваете с человеком на тему приглашения его на какое-то мероприятие онлайн, если он соглашается, или начинает сомневаться, узнаешь, будет ли время или нет, просто скажите, не пожалеешь, приходи. В такое-то время обязательно. Потому что если вы начнете тут же, скажем так, откатываться назад и советовать ему, ладно, ну не сможешь сегодня, я там дам тебе записи и так далее, вероятность просмотра данного видеоматериала уменьшается в разы. Как правило, люди, скажем так, они, может, даже одухотворены, где-то ленивые, где-то у них еще есть куча дел, которые их отвлекают, они могут прийти домой, там, жена или муж скажут, что что-то нужно сделать, вот они уже и забыли, блин, о том, что нужно посмотреть какой-то ролик в записи и так далее, и так далее. Поэтому, если есть возможность пригласить людей на онлайн-мероприятие, то есть не откладывайте в долгий ящик, есть такое выражение, вы знаете наверняка, такое железо, пока горячо. Потому что, когда оно остынет, очень тяжело из него что-то сделать. Итак, коллеги, открываю вам экран. Я сразу хочу сказать, что нажал на ссылку, которая первая идет в списке, которую я вам сбросил. Да, вот сейчас начинается демонстрация экрана, если видно демонстрацию, нажмите, пожалуйста, плюсик в чате, чтобы я видел, и перейду на канал. Есть. Итак, вот, когда мы нажимаем на ту ссылку, которую я вам сбросил в чате, мы переходим на видеоканал, ну, здесь компания Skyway Capital. Сразу обращаю внимание, смотрите, с правой стороны у нас уже есть большое количество каналов, относящихся к компании Capital, на целом ряде языков. У нас идет здесь немецкий, эстонский, финский, польский, чешский, словацкий, французский, испанский, литовский, латышский, и там наверняка есть еще. Я сейчас не буду нажимать, да, то есть там. Это говорит о том, что есть целый ряд роликов, которые либо переведены, да, на эти языки, либо дублируются субтитрами, которые наложены на видеоролик, и люди могут, скажем так, носители этих языков смотреть видеоролик о компании, например, Skyway Capital, да, если там это сделано, вот, и понимать, о чем идет речь. Видеть, как транспорт едет, и читать, скажем так, свою бегущую строку, там и появляющие, всплывающиеся изображения на своем родном языке. Здесь есть видео, да, то есть если мы нажмем просто видео, у нас высветится большой-большой список всех видео, которые находятся на канале Skyway Capital. Вот. Тут можно листать потом еще, 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 и дойти так до самого конца. Далее, вы можете найти плейлисты, то есть по плейлистам разложено, о чем идет, да, интервью с Юнисским, 4 штуки, Skyway там, на выставке транспорта, логистика. Есть отдельно, видите, гид по личному кабинету, то есть целый ряд инструкций, которые вам помогут легко перемещаться внутри личного кабинета. Ну и так далее. Новости Эко-технопарка, история и прочее, прочее, прочее. То есть вы можете зайти внутрь плейлиста и взять оттуда то, что вам нужно. Видите, вот французский здесь плейлист отдельно еще выложен. Еще, если я нажму еще 10, высветится еще большое количество плейлистов. Я думаю, это будут другие языки. Вот. Вот таким вот образом, то есть открывается. СМИ, а Skyway, ответы Юницкого на провокационные вопросы, ну и так далее, так далее, так далее. То есть это плейлисты. Далее. Возвращаясь к видео, вы можете сделать следующий шаг. Выбрать то, что вы хотите себе, скажем так, скачать на компьютер. Вот, неважно. Будь то весь Иркутск. Давайте его возьмем, он небольшой ролик. Нажимаем на видео. У нас загружается изображение. И вот есть очень важный момент. Вы видите строчку вверху? Здесь адресная строка, в которой написан адрес. Там, HTTPS, 2.2k, 3w.youtube.com и адрес этой ссылки. Так вот, чтобы данный ролик себе закачать на компьютер, если вы хотите его на компьютере у себя иметь, вы после трех W и точки, просто берете, переводите в латинский шрифт свою клавиатуру и ставите две буквы в киеве, как доллар загнутые, перед словом YouTube. После точки 3w. две буквы S и дальше уже идет YouTube. Нажимаем потом на Enter. Нажав таким образом на Enter, у нас загружается программа под названием Save from Net. То есть это как бы запись из сети. И на что хочу обратить внимание, то есть здесь ролик, который вы будете скачивать и написаны форматы, в которых этот ролик, скажем так, вам доступен на сегодняшний день. То есть здесь есть MP4. Большинство мобильных устройств сегодня выпускаемых в последние года два, наверное, как минимум, это планшеты, смартфоны, айпады, айфоны. Они читают формат MP4. При условии, что у вас ролики установлены, либо кодеки необходимые. Далее. Есть формат 3GP. По большому счету, он предназначен для тех мобильных устройств, которые не читают MP4, ну как бы конструктивно не могут. И вы можете скачать себе на свое мобильное устройство в формате 3GP. Мы же сейчас с вами скачаем, потому что 360 разрешение, ну довольно неплохое. Нажимаем скачать. У нас сразу же пошла закачка этого ролика. Вот он уже закачался. Видите? И как его найти теперь на компьютере? У многих это вызывает трудности, потому что далеко не все пользователи интернета нашего, наших инвесторов хорошо владеют компьютером. То есть есть папка Downloads, либо загрузки, там если у вас на русском языке это прописано, значит называется загрузки, но не все это могут найти. Но когда вы это дело закачали только что, напротив названия этого ролика, справа вот стрелочка есть, вы нажимаете, и вы можете его сразу открыть и посмотреть. Либо посмотреть, какой папкой он сейчас у вас лег. Я выбираю, показать в папке, и он как раз у меня в папке загрузки, на английском это будет Downloads. Вот ролик скачался. Так, одну секунду. Да, вот он. Чтобы его поместить в то место, которое вы хотите поместить, вы просто его отсюда копируете, либо вырезаете. Я вот нажимаю Ctrl-X, да, выхожу на рабочий стол своего компьютера, вот, нажимаю правую кнопку мышки, вставить, либо Ctrl-V нажимаю. И у меня появляется этот видеоролик здесь, на моем рабочем столе. Я его скачал. Вот. Я могу его нажать, открыть. То есть, то, что только что висело на YouTube, да, через несколько мгновений оказалось на, на моем компьютере. Сложного ничего нет. То есть, я сейчас возвращаюсь к нам в комнату. Хочу вас спросить, понятно ли было то, что рассказал сейчас? Я всегда плюсики поставьте, потому что, в принципе, сложного ничего не было. Понятно. Теперь я хотел бы, наверное, еще на чем, на что обратить внимание. Вот вы научились, у вас есть ссылки на видеоролики, точнее, на видеоканалы, на которые вы можете зайти и, скажем так, скачать то, что мы сейчас делали. Вот, для того, чтобы вернуться на этот видеоканал с того места, где вы скачивали, да, просто нажимаете, вот, стрелку назад в браузере, и вас возвращают к этому ролику, который первоначально вы загрузили, выбрали на нашем канале. Далее, если вы хотите обратно вернуться в видеоканал, Skyway Capital, вот снова нажали на стрелку назад, и вы уже, скажем, там, где это большое количество видео. Что еще хотел бы вам сказать? Смотрите, здесь огромное количество роликов, да, и вы можете, по большому счету, если вы знаете, что у вас будет доступ к интернету, где бы то ни было, где вы планируете рассказывать о нашей компании, проводить презентацию, либо что-то еще, вы можете сделать проще. То есть, если там будет Wi-Fi, вы ролики, которые вам необходимы, нажимаете, вот, например, посол Японии, да, нажарим этот ролик, делайте просто, выделяете адрес этой ссылки в интернете на нашем канале, копируете, и записываете себе в текстовый файл, и прописываете название, что, как бы так, это ролик, вот, скопировали с самой тела ссылки, а потом просто Японию видит промышленные образцы, взяли прямо отсюда текст, скопировали, и себе туда вставили, и у вас будет, скажем так, текстовый файл полезных ссылок, которые вы можете в любой момент, скажем, имея доступ к интернете, нажать и показать. То есть, копируете и ссылки, если нужно, копируете себе файлы с YouTube. Теперь следующий момент, я вам говорю, что вы можете снять аудиодорожки, да, с интернета, точнее, с YouTube, с роликов. Давайте мы вернемся в плейлисты, вот сюда, да, и у нас где-то был видеоканал, точнее, видеоплейлист, там, где есть ответы Юницкого, например, на вопрос. То есть, если вы подкованы с этой точки зрения, хорошо, то как бы так. Одна ситуация, когда, вот, обращение, ответы Юницкого, 21 вопрос, помните, был в самом начале. Открываем этот плейлист, нажимаем стоп, выбираем тот вопрос, который мы хотели бы, скажем так, хотите все 21 ответ, можете себе скачать в аудио формате. Как это происходит? Точно так же. Вставляем две буквы S, после трех W, так, ну это длинное немножко видео, давайте покороче, может, найдем. Вот, 3.30, да, вставляем после трех W веб-букавки S, нажимаем на Enter, у нас прогружается наш компьютер на следующую страницу, вот, и для того, чтобы скачать себе аудио, делаем просто следующий шаг, он очень простенький. Кстати, эту программу можете себе сейфромнет скачать на свое мобильное устройство, либо на компьютер, я это просто не делаю, не загромождаю, у меня вообще рабочий компьютер, на который я сам установить ничего не могу, только с удобрением администратора, но данный сервис позволяет мне ролики скачивать, не устанавливая каких-то дополнительных программ. Кстати, вы можете себе для скачивания вот HD, там, или MP3, звука, да, здесь тоже можно установить программу, которая необходима, но мы сделаем следующим образом, справа, вот кнопки скачать, я вам уже показывал, есть форматы, видите, здесь 720 разрешения P4, то есть лучшего качества, чем то, что было предыдущее, там было 360 максимально. Здесь есть несколько форматов, один из них вебовский формат, который, скажем так, тоже скачивается на компьютер, и все, но немножко другой, чем MP4. И вот внизу здесь есть аудио MP4, я выбираю аудио MP4, и началась загрузка данной информации на мой компьютер. Вот слева прогружается ролик, и он будет находиться там же, в той же папке download. Далее, в интернете есть простой сервис, сейчас я вам ссылочку на него тоже сброшу, вот он у меня здесь прописан отдельно, онлайн аудиоконвертер, там не только аудиоконвертер, там ролики можно обрезать, можно их монтировать, сшивать, да, так, вот конференция, я вам сейчас сюда сбрасываю ссылку на этот онлайн аудиоконвертер, да, я его открыл, файл у нас сейчас мы скачивали, почти скачался, вот мы прямо в прямом эфире это делаем, то есть, немножко подождем, так, все, закачка закончена, у нас аудиодорожка есть, выбираем здесь, просто в аудиоконвертере, открыть файлы, находим этот файл, вот он, в папке загрузки, кликаем по нему, открываем, нажимаем открыть, у нас идет закачка этого файла, звуковая дорожка, вот сюда, ну, в интернет, на этот сервис, то, что закачка закончена, вот название этого файла у нас прописано, мы можем его удалить, новый, другой закачать, если есть какой-то и так далее, нажимаем кнопку конвертировать, буквально в течение нескольких секунд сейчас произойдет конвертация в формат mp3, почему я это вам покажу, потому что ролик с YouTube вот в основном mp4, да, он не на всех, опять же, устройствах читается, вам нужно искать специальные кодеки, а большинство мобильных устройств, большинство, скажем так, компьютеров, планшетов и так далее, они легко открывают формат mp3, то есть даже с теми проигрителями, которые заранее установлены на ваших устройствах, после того, как сконвертировалось, нажимаем скачать, вот он скачан уже, здесь слева появился, потому что, смотрите, отличие, показать в папке, вот тот, который был, да, написано формат m4a, и вот то, что скачался, такое длинное имя, то, что он прошел онлайн-аудиоконвертер.com в формате mp3, вы его можете переименовать, кликаем по нему, там, напишем ответ, ответ, ее низкого, номер 2, и сохраняете, и так же вы его отсюда берете, копируете или вырезаете, я сразу взял вырезать, спустился на свой рабочий стол, и нажимаю вставить. Вот у меня в аудио формате появилась звуковая дорожка, в mp3, вот если вы слышите звук, он, по идее, должен у вас пойти, это ответ юницкого номер 2. Вот такие дела. В принципе, я так подразумеваю, что сложного вам ничего не рассказал, надеюсь, вы мои манипуляции простые запомнили. Есть ли какие-то вопросы, коллеги? Потому что мы сегодня, видите, уместили, скажем так, в вебинаре по партнерской программе, еще и прошлись по этим видео, с сервисом, который есть в интернете, по нашим каналам и так далее. Сразу хочу сказать, на сайте, точнее на, сейчас поднимусь, на канале Анатолия Дарча Юницкого, который, Юницкий канал, Анатолий Юницкий, там есть видео, которое там вот, с самых первых времен, то есть там с 2000 года, по-моему, есть несколько роликов, которые были демонстрационны на целом ряде мероприятий, презентационные, которые, скажем так, делали специалисты, сотрудничая вместе с Юницким Анатолием и Дардовичем, и доносившие информацию на разных форумах, там в разных местах и так далее. То есть там можно найти, скажем так, по сути, архивную информацию, да. Дальше, Skyway Webinars, это появился, наверное, ему еще года нет, данному видеоканалу, то есть там есть записи наших вебинаров, которые проводят разные люди, находящиеся в интернете, ну и я там в том числе есть. Далее, запись, точнее, канал Skyway Capital, соответственно, он тоже не такой поздний, но все, что, скажем так, происходило с нашей компанией, с момента ее основания, зарождения, точнее, и с момента начала ее деятельности, практически почти все видео там тоже выложено. Ну и касаемо компании Skyway, да, просто, канал Skyway, это то, что происходило в РСВ с 2014 года и по сей день. Не стесняйтесь туда, на эти видеоканалы заходить, посмотрите внимательно, что там есть, выберите те ролики, которые вам нужны. Ну а касаемо работы по партнерской программе, ну, могу сказать вам следующее, то есть на канале Skyway Capital вы можете найти ролик, который рассказывает о технологии, новой уже, да, то есть там есть канал Transnet, точнее ролик Transnet, вы можете его взять, скачать себе на компьютер, либо взять ссылку и просто пообщавшись с человеком о жизни, узнав, да, не то, что выпытывая, вокруг вас есть те, кто вас хорошо знает, и вы где-то знаете их проблемы. И возможно, еще вчера этот человек вам эту проблему озвучил. Да, он сказал, ну, хотелось бы где-то себя применить и чтобы это было прибыльно, например, так, да, просто ему звоните в Skype, либо там к телефону. Ну, вчера с тобой говорили, ты вот озвучил этот правильно, да, правда так оно и есть? Он говорит, да. Ты знаешь, я тебе сейчас отправлю ссылочку на ролик, посмотри. В общем, меня это очень заинтересовало, я как бы вот разбираюсь в этом вопросе. Ну, и было бы неплохо, если бы ты посмотрел, еще и посоветовал мне что-то. И отправляйте ему ролик про Трампнет, либо ролик, например, на компанию Skyway Capital, 8-минутный, который мы показываем на презентации. И, по сути дела, это контрольный вопрос, который был вам и задан. Вы знаете, что человеку предложили решение его вопроса, на который он вам вчера, например, либо неделю назад озвучил. Почему мы говорим и рекомендуем вам работать, начиная с людьми, которые вас окружают? Если вы верите в технологию, если вы разобрались, что она из себя представляет, и действительно, скажем так, доверяете Юницкому и сами понимаете, что это большой плюс, соответственно, было бы глупо начинать с тех людей, которых вы не знаете, пытаться сделать счастливее, чем те, которые вас окружают. Соответственно, пообщавшись с людьми, которые вас окружают, родные, близкие, друзья и знакомые, не предлагая пока им ничего, а просто узнав, что у них сегодня в жизни, актуально, вы можете предложить решение их вопросов и предложить какой-то из этих одного, второго, третьего ролика. Не надо их сразу забрасывать информацией, и не надо их тянуть слепую на какое-то супермероприятие, которого они могут просто испугаться поначалу даже. Те, кто далеки от бизнеса MLM, те, кто далеки, скажем так, есть черты характера у людей, хотя они не знают, что он открытый, что они общительные. В жизни у них, так скажем так, они себя в коробке своей и не знают, какие способности в них заложены, что они могут общаться, что они могут, скажем так, помогать другим и так далее. И когда вы их вытащите на большое мероприятие в зал, там будет, не дай бог, еще громкая музыка, там будут ходить улыбающиеся люди и так далее, реакция таких людей может быть неоднозначной. Некоторые могут даже скачать и убежать. Такое я тоже видел. А вот если вы их громадно подведете, да, что дали информацию, он начал разбираться, скажет, так вы знаете, как бы больше узнать. И дальше начинается движение по нашим вебинарам, по живым презентациям и так далее. Вот для этого есть видеоматериалы, благо сейчас есть интернет. Лет 5-7-10 назад люди начинали с того, что кому-то давали какую-то видеокассету, потому что не было тогда дисков. Потом мы перешли на диски. Сегодня, посредством того, что есть целый ряд вспомогательных ресурсов в интернете, вы можете это делать посредством интернета, но вообще живое общение, конечно, оно никто не заменял. Вы поговорили с человеком, посидели, попили кофе, может быть, может, у нас гости пригласили, либо к вам пришел и просто проронил фразу о том, что ему бы хотелось что-то в жизни поменять. Спектр очень широкий. Вот работы поменять, да, и заканчивая того, что ты знаешь, да вот нужны деньги там на что-то, на покупку чего-то, на лечение чьего-то, на обучение детей, на книжку, которую он давно мечтал купить, но она стоит дорого и так далее, и так далее. И услышав это, вы не в тот же момент, не душите его сразу же, да, не садитесь ему на плечи, не проводите болевой прием, скажите, вот ты сам виноват, теперь слушай. Не надо так делать. Дайте ему информацию, там на следующий день, либо через день, и тогда все будет отлично. Не факт, что этот человек за вами пойдет, но вы сейчас прослушали информацию, благодаря которой у вас могут появиться на компьютере вспомогательные материалы, по сути, делают и ваши инструменты. Ну вот, используйте их, и они, возможно, значительно упростят вашу жизнь. Кстати, на вот этом онлайн-аудиоконвертере, как я вам сказал, вы можете несколько этих аудио, там есть кнопочки, понажимать, там все просто, по инструкции просто будете действовать, у вас сложится, может быть, целый рассказ о технологии, и так далее. Если берете и режете какие-то ролики, аудио, и так далее, и так далее. Ну вот такая информация у меня была сегодня, если она была интересна, то очень рад, что пригодился, может быть, вам кому-нибудь. Периодически, может, будем что-то в нашей презентации вневрять, добавлять полезную информацию. Если вам понравилось, можете как-то там что-то черкануть сейчас, что может мне душу согреть. А вообще, вам хочу пожелать хороших выходных. Мы перешли на восьмой этап. Развивайте структуру, двигайтесь по партнерской программе. Я думаю, что деньги не бывают лишними и для кого. Только делайте это, знаете как, с чистой душой. Делайте это не для того, чтобы с кого-то снять несчастные 15 долларов и обогатиться там на доллар, с пониманием того, что вы человеку делаете хорошее. Он может это дальше понести. Он становится инвестором, он становится владельцем пакета долей компании. Он может изменить жизнь своей семьи. Вы благодаря этому поможете компании, потому что инвестиции к нам придут и так далее. То есть, это в принципе такое взаимовыгодное движение и не рассматривайте его как просто средство, скажем так, обирательство населения вокруг вас. Не будете так делать, будет получаться. Будете только думать о деньгах, когда будете идти к людям рассказывать о нашем проекте, о технологии, о маркетинг плане, быстро устанете, потому что будете встречать противодействие со стороны людей. Люди это чувствуют. Когда к людям относятся, как знаете, как в штучном отделе, то есть, пришел там, он с вами разговаривает о жизни, а вы каждую минуту ему начинаете говорить, а вот технология, он вам снова что-то сказал, снова про технологию. Он вам еще что-то сказал про маркетинг план. Он понял, что с вами говорить не о чем, потому что вы говорите только об одном и том же. Понимаете, да? И говорите эту информацию, доносите тем, кто вам сказал, что готов об этом услышать. Тогда будет меньше синяков, меньше шишек и меньше недовольства собой. Ну, вот это все, что я хотел, наверное, сказать. Об этом можно много говорить. Об этом можно проводить отдельные семинары, тренинги там и так далее, и так далее. Правда, в последнее время смотрю, что, как правило, они особо никому не нужны. Да, у нас не так много людей, которые хотят зарабатывать деньги. Либо, наверное, скажем так, у нас много людей, которые хотели бы зарабатывать деньги. Но действовать, наверное, несколько человек из сотни. Приходят те, которые, говорят, да, мы хотели бы заработать сто человек. Человек три-пять будут что-то делать. Еще человек пять-семь будут, скажем так, временами чувствовать себя сопричастными. Остальные будут сидеть и ждать, что мне надо сейчас кто-то свалится и скажет, слушай, расскажи мне про технологию Skyway. И вот тут вы там тогда развернетесь. Нет, надо где-то делать шаги. Не то, чтобы переступать через себя. Да, ну, не надо. То есть вы все равно старайтесь чувствовать себя такими, какими вы есть. Не надо себя переделывать, не надо себя там перекраивать. Да, вот вы узнали о технологии сегодня, купили пакет и завтра вы уже другой. Неправда. Вы не стали другим. У вас, возможно, появилось что-то, в чем вы только начинаете разбираться. Вот и позвольте другим людям быть такими же, как вы сами. всем спасибо за внимание. До свидания.